Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые друзья, братья и сестры, мы продолжаем наше чтение по избранным псалмам царя Давида. И сегодня мы будем изучать шестой псалом, который начинается словами начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Наверное, вы уже обратили внимание на то, что святые отцы, они очень большое значение придавали цифрам. Число 4 указывает на евангелистов. Впервые встречается при описании рая. Четыре реки омывали рай со всех сторон. Он, как и четыре евангелиста, открывает для нас вход в рай сладости. Когда изучает четыре Евангелия, мы следуем им. Также в Писании очень часто встречается число 7, которое означает благодатную полноту в сторону увеличения. Число 6, как я вам объяснял, означает неопределенное число в сторону уменьшения. Число 8 означает жизнь будущего века. Жизнь будущего века. Поэтому всякий раз, когда мы встречаем это число, речь идет о другом дне, который наступает по прекращению этого мира. Восьмерка – это так называемый день незаходимый. То есть он имеет начало, но он не имеет конца. Почему именно 8? Потому что седмица – это 7 дней. Это обычное время, в котором мы существуем. А восьмерка, она выходит за пределы человеческой седмицы. Она является как бы выходом из этого пространства, из этого времени, когда мы чудесным образом, живя на земле, уже вкушаем благо вечной жизни. Давайте посмотрим, что пишет Златоуст. Восьмым Писание называет день, следующий за седмицей настоящей жизни и новую жизнь, которую предзнаменовало восьмидневное обрезание. А в восьмом и мудрый Соломон внушает в словах, давая часть семи и даже восьми. Как бы так говоря, в этом веке тысячелетней седмицы подумай о части благой. Восьмой – о жизни вечной, грядущей и пребывающей. Здесь Златоуст обращает внимание на то, что обрезание совершалось на восьмой день, потому что закон Моисеев устанавливал, что на восьмой день должен быть обрезан каждый младенец мужеского пола. И обрезание, которое преобразовывало собой крещение, о чём пишет апостол Павел в послании к Оласянам, это указание на таинство Ветхого и Нового Завета, которое призывали людей помнить о вечном дне, который, начавшись, он никогда уже не прекращается. Дословный перевод этого стиха будет управителю на мелодичных и на восьмиструнном псалом от Давида. Ну, перевод почти совпадает, и мы смотрим далее. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоём наказывай меня». Дословный перевод будет «Господи, не во гневе Твоём назидай меня и не в пылу Твоём подвергай меня мукам». То, что в Синодальном переведено как «обличение», дословный перевод допускает «насидание». То есть, когда Бог нас наказывает, обличает, Он это делает для нашего вразумления. Златоуст толкует второй стих. «Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого». Это слова «снисхождение». Что значит это слова «снисхождение»? Это значит, что Писание говорит с нами на человеческом языке и предлагает нам антропоморфизмы, то есть, в категориях человеческой жизни описывают действия Бога. «Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого». Это слова «снисхождение». Божество чуждо всего подобного. То есть, в Боге нет ни гнева, ни ярости. Бог абсолютно бесстрастен. Далее Салтаус пишет. «Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Так и мы, когда беседуем с варварами, употребляем их язык. Или когда говорим с младенцем, то ли печем, подобно ему, хотя бы сами были мудрецами, снисходя к его малолетству. И что удивительного, если мы поступаем так в словах, когда поступаем так же и в делах, кусая руки и показывая вид гнева, чтобы исправить ребенка. Точно так и Бог употреблял подобные выражения, чтобы подействовать на людей более грубых. Он, когда говорил, заботился не о своем достоинстве, но о пользе слушающих. То есть Бог говорит с нами на нашем языке, учитывая наш понятийный аппарат. И когда говорится о ярости Бога, о гневе Бога, на самом деле Бог абсолютно бесстрастен, а ярость и гнев – это категория страстного состояния. Более того, слово «любовь», как я вам объяснял, оно тоже указывает на некую страсть. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог есть любовь, имеется любовь совершенно другого порядка, как в Библии сказано, что это совокупное совершенство, а не тот порядок любовных чувств, который, точнее, беспорядок, то, что проявляется в жизни людей. Поэтому мы должны относиться к таким антропоморфизмам, как бы с пониманием, что это для нашего назидания. На самом деле, как бы мы подвергаем себя опасности, удаляясь от Бога, а Бог ни от кого не удаляется, как я вам часто объясняю. И мы приближаемся к Богу, а не Бог приближается к нам, в том смысле, что Бог вездесущий, Он присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. Далее говорится «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Дословный перевод будет, наверное, такой. «Помилуй меня, Господи, ибо я изнурен. Исцели меня, Господи, ибо сметены кости мои». Что значит «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен»? Это означает, что я не найду в себе сил, чтобы исправиться. Мне трудно найти в себе каких-то сил, какого-то ресурса для полного исправления. Поэтому я более надеюсь на помилование Божие, чем нежели на свою немощь. Все наши поступки немощные, даже самые благостные, возвышенные. И мы осознаем свое несовершенство. Как я вам говорю, тоже достаточно часто, если мы проведем ревизию наших добрых дел, то мы найдем в них очень много порочного. Добрые дела чаще совершаются из попытки как-то выглядеть неплохо в глазах других или даже, чтобы неплохо выглядеть в собственных глазах. Поэтому в любом случае наша немощь обнаруживается во всем – в молитве, в посте, в добродетелях, тем более в наших грехах. И посмотрим, что пишет Златоуст. У нас сегодня в основном будет толкование по Златоусту. Только на 10 стих у нас будет толкование по Эфимию Зигабену. Что пишет Златоуст по поводу стиха? «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Такое воззвание должны произносить все мы. Хотя бы мы совершили тысячи добрых дел, хотя бы достигли самой высокой правды. То есть все это как бы не отменяет нашу немощь. И мы все равно нуждаемся в милости. Златоуст продолжает. «Потому и он, то есть Давид, впоследствии говорит, не оправдается перед тобой ни один из живущих». И еще Давид говорит. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» И апостол Павел говорит. «Хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываешь». И другой говорит Соломон в притчах. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» «Итак, все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости, потому что она, хотя и милость, ищет достойного, как сам Бог сказал Моисею, кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Вот здесь Златоуст затрагивает очень такой сложный вопрос. Он говорит, да, мы все нуждаемся в милости, наши заслуги и добродетели несовершенные, но милость тоже надо заслужить. И если в милости нуждаются все люди, мы видим, что не все пользуются божественной милостью. Не все ее получают. Поэтому чаще милость Божия – это ответ на покаяние перед Создателем. Златоуст пишет, «Поэтому, кто сделает что-нибудь достойное милости, пусть говорит – помилуй меня. А кто лишил себя возможности получить прощение, тот напрасно будет говорить – помилуй». Что можно сделать такой достойной милости Божией? Надо самим быть милостивыми. Ибо сказано, суд без милости не оказавшему милость. Иными словами, братья и сестры, мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Поэтому, проявляя милость, мы обеспечиваем доступ божественной милости к нашей жизни. Златоуст продолжает, «Если бы милость простиралась на всех, то никто не был бы наказан. Но она делает некоторый выбор, ищет достойного и способного принять её». Часто многие бывали виновны в одних и тех же грехах и получили неодинаковые наказания, потому что различные причины имели на них влияние. Вот это очень интересная мысль у Златоуста. Он говорит, что люди могут совершить одинаковое преступление, но в одном случае Бог проявит свою милость, а в другом случае Он проявит свой гнев. Но это опять же антропоморфизм. Но о чём это? О том, что суд без милости не оказавшему милость. И когда мы видим описание страшного суда, там решается только один вопрос. «Был ли человек милостивый?» Там нету экзамена по догматическому богословию, нравственному богословию, сравнительному богословию. Там Христос ставит знак равенства между собою и любым другим человеком. Он перед нами ставит этот знак равенства, когда говорит, «Если ты посетил больного, ты меня посетил. Если навестил заключённого, ты меня навестил. Если накормил голодного, ты меня накормил. Напоил жаждущего, меня напоил. Одел нагого, меня одел». То есть один этот вопрос будет выясняться. И вот в зависимости от того, если мы были милостивы, к нам будет милость. Как сказано в притчах царя Соломона, пущенный по водам хлеб всегда возвращается к человеку. И был такой действительно обычай, когда делали такую корзиночку, которая могла плыть, клали лепёшку хлеба и отпускали по реке, по течению реки. А нищие уже знали, что вот такой обычай. И они стояли на берегу, и кому надо, брали эту корзиночку, эту лепёшку. Но добро всегда возвращается к людям, которые творят это добро. Поэтому милосердие Божие, оно тоже избирательное. И когда творится один и тот же грех, может быть, очень страшный грех, человеком милостивым или человеком жестоким, скорее, милость придёт человеку милостивому. Златоуст пишет, в грехах принимается во внимание не только сущность дела, то есть, что было сотворено, но и душевное расположение, и время, и повод, и действия, следующие за грехом. То есть, очень важно, а какие действия следуют за грехом. Если человек, совершив грех, услаждается этим грехом, это действие его осуждает. Если, совершив грех, человек начинает молиться, как Давид молился, из глубины воззва к тебе, услышь, мое Господи, сразу ищет исправление для себя, примирение с Богом, это другое действие. И давайте опять прочитаем вот эту мысль. Златоуста в грехах принимается во внимание не только сущность дела, но и душевное расположение, и время, и повод, и действия, следующие за грехом. Именно остался ли кто во грехах, или раскаялся, случайно ли согрешил, или по обольщению, или с намерением, и многое другое принимается во внимание и различие времени, и общественное устройство. Даже общественное устройство, оно тоже принимается во внимание. Так, например, в девятнадцатом веке, в девятнадцатом веке было решение Синода, что нельзя использовать строгие эпитимии против обычных людей. Имеется в виду, если раньше там могли дать эпитимии 15 лет, отлучение от причастия там 10 лет, сухоедение там и так далее, строжайшие посты, то в девятнадцатом веке это отменили. И решение опиралось на то, что общественное устройство, то есть жизнь, общество не такая, чтобы с людей строго спрашивать. И имелось в виду вот что. Человек рождался в светской семье, получал светское образование, это в девятнадцатом веке, а жил в окружении неверующих, и если он каялся в своих грехах, вот это было исключением из правила. Искренне, если он каялся. А в древности все было иначе. В древности человек рождался в верующей семье, жил по церковным законам, никаких светских законов не было, получал образование религиозное. И если он совершал преступление, грех – это как измена Родине. Это был грех против всего контекста его существования. А сейчас вера, если она проявляется у человека, она вопреки контексту его существования. Особенно в двадцать первом веке, когда грехи объявляются некой нормой, происходит растабуирование, снятие всех мыслимых и немыслимых запретов. И люди поступают так, как они хотят. Поэтому, действительно, когда кто-то впадает в грех, мы должны учитывать следующее за грехом действие. Остался ли кто во грехах, или раскаялся, случайно ли согрешил, или по обольщению, или с намерением? Что значит случайно согрешил? То есть, раньше такого за этим человеком не наблюдалось. И если он что-то такое совершил, чего никогда не совершал, или мы не видели этого никогда, это, скорее всего, случайность такая. Иногда Бог попускает нам впадать в грехи. Причем грехи, которые нам не свойственны. Это за осуждение других людей в их грехах. Надо очень бояться осуждать человека в любом грехе. Даже если у тебя нет такого греха, а ты осудил человека в грехе, который сам, может быть, преодолел в себе, этот грех может проявиться в твоей жизни, чтобы тебя вразуметь, что не надо никого осуждать. Как отцы святые говорят, не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для человека слов исправления. И следующий стих, «И душа моя сильно потрясена, Ты же, Господи, доколи?» Дословный перевод будет «И моя душа сметена очень, а Ты, Господи, до каких пор?» Вот такой возможен перевод. То есть Давид здесь как бы выговаривает Богу. «Душа моя сильно потрясена, то есть она не способна на самостоятельное правильное решение. Ты же, Господи, доколе, доколе не вмешаешься, доколе не поможешь мне, доколе не укрепишь душу». Златоуст пишет, «Пророк непрестанно говорит, Господи, приводя это слово, как некоторое право на снисхождение и милость». Оказывается, слово Господь говорит о снисхождении и милости. И когда мы его произносим, Господь то это слово приводится как некоторое право на снисхождение и милость. Я вам объяснял, что слово Господь по-гречески «кириус», по-еврейски это четырехбуквенное имя Бога, «ягве», означает «миру божественного милосердия». Конечно, невозможно измерить божественное милосердие, но так говорят. И само это имя предполагает милость Божию. Поэтому Златоуст и пишет, что это имя, Господь, как некоторое право на снисхождение и милость. И действительно, величайшая наша надежда в неизреченном его человеколюбии, в том, что он, Господь, так готов оказывать снисхождение. А слово «доколи» есть выражение человека не оскорбленного или негодующего, но скорбящего, сетующего и изнемогающего под бременем искушения. «Доколи, Господи! Доколи!» И мы видим, что в апокалипсисе находящиеся под жертвенником души, мучеников, они тоже как бы выговаривают Богу, «доколи не мстишь за нашу кровь?» Но в этом как бы не дерзость, а дерзновение. А разница очень большая между дерзостью и дерзновением. Дерзновение бывает в жизни религиозного человека от безысходности. Он устал жить с одними и теми же грехами. Он измучен этим состоянием. Давайте посмотрим, вариант, где Златоуст еще более подробно разбирает эти слова. «И душа моя возмущена сильно, я уже вижу вора, он приближается и торопится похитить меня, пресечь дни моей жизни. И душа моя возмущена сильно, вижу долгую и трудную дорогу из этой жизни к той и не имею для нее запасов. И душа моя возмущена сильно, вижу, приближается взаимодавец и схватывает меня, как добычу. И душа моя возмущена сильно, вижу, докладчик, потрясает рукописанием моих грехов и узники скрижащут зубами. И душа моя возмущена сильно, вижу я вокруг себя многих обвинителей и ни одного защитника. И душа моя возмущена сильно, страшусь и томлюсь, дрожу и трепещу и не знаю, что делать. Просить продлить срок жизни, но, боюсь, наделаю новых грехов вдобавок к прежним. Тогда какими глазами я буду смотреть на судью Христа? Я теряюсь в беспомощности, потому что вижу себя в последней крайности. А лукавый не перестает меня преследовать, свойственное плоти смятения не перестает смущать меня, враги не прекращают своей войны против меня, лукавые мои помыслы никак не успокаиваются, и ты, Господи, доколе не явишь мне помощь. Почему он, Господь, не дает знака? Почему не скажет? В крайнем уныне и тесноте пророк хотел сказать Богу что-нибудь ужасное и дерзкое. И вот, обращаясь к нему, говорит, и ты, Господи, доколе? Ведь ты видишь, Господи, в каком я жалком и беспомощном положении. Ты видишь нападение на меня, силу врага, телесный пламень, войну помыслов, краткость времени и мое изнеможение. Доколе же, наконец, ты не оказываешь сострадания, доколе не защищаешь, доколе не обращаешь внимания, доколе не долготерпишь, доколе не избавляешь, доколе не наказываешь, доколе не умилосердишься. Ведь хотя я и достоин совершенного отвержения, но по милости твоей надеюсь получить прощение. Вот такой диалог Давида создаёт Златоуст, отталкиваясь от слова Господь, которое означает меру божественного милосердия, как слово Бог означает меру божественного правосудия. Действительно, мы все нуждаемся в Божьей милости, потому что в великом смятении и страхе и тревоге пребывает наша жизнь, жизнь нашей души. И Златоуст говорит, мы даже боимся просить Бога про дни жизни наши, а что если мы будем грешить ещё больше? Мы не знаем. И в то же время мы как бы понимаем, что иногда надо просить продлить нашу жизнь Господи, ведь мы ещё не положили начатка в покаяние. Дай нам время на исправление, дай нам возможность исправиться. поэтому мы хотим существовать ради совершенства. И следующий пятый стих «Обратись Господи». Обратись Господи, а возможный перевод «Возвратись Господи», то есть «Восстанови со мной те отношения, какие были раньше, когда я наслаждался Твоими милостями. Обратись Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Опять здесь мы видим на первом месте упование на божественное милосердие. Гасловный перевод передаёт ещё более трагические нотки «Возвратись Господи, вызвали душу мою, спаси меня Твоей милости ради». Давид верит в божественный хэсет. Хэсет по-еврейски это милость, незаслуженная милость, мы её не можем никак заработать, но это свойство Бога, он проявляет её, потому что Бог есть любовь. И Давид не забывает об этом, поэтому он использует имя Господь, он здесь не использует имя Бог, потому что это серьёзное имя, оно означает правосудность. Он использует слово Господь, которое означает божественное милосердие. Обратись Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Можно перевести так «ради милостивого имени Твоего», которое означает «любовь, милосердие, человеколюбие, сострадание». Златоуст пишет о двух предметах говорит здесь пророк о том, чтобы Господь обратился и чтобы избавил душу его. Праведники особенно заботились о том, чтобы Господь примирился с ними, был милостивым и благосклонным к ним и не отвращался от них. За этим следует и другое. «Чтобы избавлена была душа». Не так поступают многие из людей, особенно более грубых. Они ищут одного только, как бы устроить свое настоящее благополучие. А праведники напротив заботились о том, как бы получить спасение души, драгоцене, которой для них не было ничего. и самое главное противоречие этой жизни заключается в том, что мы мало заботимся о душе, которую можно спасти только в этой земной жизни. Потому что, если в этой земной жизни мы не спасем свою душу, мы ее нигде не спасем. Но мы более заботимся о теле, хотя точно знаем, что оно погибнет, наше тело, в этой земной жизни. Наше тело спасается в день воскресения. Когда оно воскреснет, оно уже не будет умирать. Вот это день спасения тела. Но чтобы тело было счастливо, спасенное, мы должны спасти душу в этой земной жизни. Потому что, если душа не очистится от греха и войдет вечное тело, то это тело будет источником вечной муки. Потому что в аду грешники будут страдать и душою, и духом, и телом. Телом они будут испытывать вот этот огонь, жжение это страшное. И Григорий Богослов пишет, что проблема заключается в том, что тело будет пылать, но оно не будет сгорать. Боль будет только увеличиваться, а муки души это чувство стыда, особенно когда с третьего на девятый день после смерти душам показывают райские обители, которые для них были приготовлены Богом, когда Бог эту душу сотворил. Он уже для нее приготовил райскую обитель. А она пройдет мимо этой обители, как сказано в Третьей Ездре и не войдет туда. Это будет очень тягостное такое состояние. И как бы в неком отчаянии Давид далее восклицает, ибо в смерти нет пометования о тебе во гробе кто будет славить тебя. О чем он говорит? Он говорит о том, что в смерти нету исправления. В смерти нету исправления. В том смысле, что инструмент исправления это наше тело, как я часто объясняю, а когда душа выходит из тела, то она теряет этот инструмент исправления. Вот пока мы в теле, мы можем исправляться. А во гробе кто будет славить тебя? Тело, отделенное от души, оно лежит и разлагается. Что пишет Златоуст? Ибо в смерти нет пометования о тебе. Выражая этими словами не то, будто наше бытие оканчивается с настоящей жизнью. Нет. Он знал учение о воскресении. Давид. А то, что после отшествия отсюда покаяние уже не может иметь места. Так и богач исповедовал грехи свои и раскаивался, но это не принесло ему никакой пользы. По неблаговременности и девы желали получить елей, но никто не дал им. Поэтому и пророк просит, чтобы здесь были омыты грехи его, дабы предстрашное судилище он мог предстать с дерзновением. Да, конечно, мертвые тела омывают, но это делается для достойного погребения. И мы, священники, даже читаем последнюю разрешительную молитву и спрашивая отпущение грехов властью церкви для умершего. Это когда читается грамоткой, потом она влагается в руки покойника. Но на самом деле исправление возможно только в этой земной жизни. Все действия, которые совершаются после смерти человека, они, скорее всего, декларируют, что это был за человек. Если за него много людей молятся, значит, он произвел нравственное впечатление на всех этих людей, и это как бы ему вменяется в заслугу. Ибо в смерти нет пометования тебе во гробе. Кто будет славить тебя? Седьмой стих еще более трагически звучит. Утомлен я воздыханиями моими, то есть как бы устал. Утомление – это крайняя форма усталости. Каждую ночь омываю ложи мое слезами моими, омочаю постель мою. Дословный перевод может быть таким. Я устал от моего стона, омываю еженочно ложи мою, моей слезою растопляю мой одр. Златоуста поражает то, что такие слова произносит царь. Царь по определению это счастливый человек, который обладает всеми богатствами, которому доступны все удовольствия, мыслимые и немыслимые, но на самом деле его религиозная жизнь проходит в очень искреннем раскаянии. Он даже утомлен, устал от собственных воздыханий. Он каждую ночь омывает ложе свою, слезами своими, омочает постель свою. Но с другой стороны, братья и сестры, это свидетельствует о несовершенстве Ветхого Завета. Ведь какие средства были у Давиду, чтобы избавиться от своих грехов? Можно сказать, почти никаких. Не было таинства исповеди, не было таинства святого причастия, не было таинства соборования, была только возможность молиться, воспевать Бога, совершать посты, проливать слезы и идти с тезёй покаяния. И его состояние, оно граничит с унынием. Уныние – это смертный грех. И христианин – это человек, который может обратиться к Богу в любом из таинств. И в таинстве исповеди он переживает Господнее примирение, то есть он примиряется с Богом. Далее Давид говорит ещё в более трагической тональности «И сохло от печали око моё, обветшало от всех врагов моих». дословный текст ещё более трагический «Истлел от гнева», то есть на самого себя, «мой глаз отторгся из-за всех моих притеснителей». То есть он чувствует себя ужасно, он чувствует себя как бы уже умершим, истлевает око его, истыхает. Почему? Потому что он видит людей, которые глубоко враждебно относятся к нему. Он видит их во дворце, он видит их на улице. Они все вменяли ему в вину то, что он совершил тот грех, который он совершил, когда взял чужую жену и погубил ее мужа. И они обвиняли его в том, что нет храма, потому что Бог сказал, что Давид не построит храм, храм построит Соломон, его сын. И Давиду было очень тяжело. И сохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Златоуст пишет. Видишь ли сокрушенную душу, высказав покаяние, пророк опять говорит о страданиях, о смущении души, о страхе, происходящем от представления гнева Божия. Под оком, он разумеет, здесь око духовное, ту распознавающую и разумную способность души, которая обыкновенно возмущается от представления своих грехов. То есть, он как бы душевными очами вновь и вновь видел свой грех, а когда смотрел на людей, внешне-то они ему улыбались, но он духовными очами видел, как они его ненавидят. Так как он постоянно имел перед глазами свои прегрешения и представлял гнев Божий, то производил жизнь со страхом и не в беспечности, как живут многие, но в подвигах и сокрушении такое смятение есть источник спокойствия, неожиданно говорит золотовство. Как это смятение может быть источником спокойствия? Это имеется в виду, когда наше сокрушение происходит не перед самим собою, а перед Богом. Ну, как мы с вами часто замечаем, есть два типа раскаяния. Раскаяние Иуды и раскаяние Петра. Раскаяние Иуды сказано «раскаялся Иуда, пошел и удавился». Ничего себе раскаяние. Хотя раскаяние Иуда было деятельным. Он взял эти серебряники, он бросил их под ноги этим персвященникам. А раскаяние Петра Петр раскаялся и горько заплакал. Услышав крик петуха, его раскаяние совершается перед Богом. Раскаяние Петра, а раскаяние Иуды такое самоедство перед самим собой. Вот в этом как бы принципиальная такая разница. Такое смятение есть источник спокойствия, такой страх есть залог безопасности, предающийся такому волнению, предотвращает всякую бурю, а не имеющий такой души подвергнется страшному крушению. Обветшало от всех врагов моих, Златоуст рассуждает. Что значит обветшало? Я изнемог, говорит, от врагов моих. Подлинно жизнь наша исполнена подвигов и окружена бесчисленными врагами, которые бывают еще сильнее, когда мы впадаем в прегрешение. Поэтому нужно делать все для того, чтобы избежать рук их и никогда не входить с ними в общение. Наши враги это бесы и демоны, которые всячески подталкивают нас к совершению тех или иных грехов. они могут провоцировать движение помыслов в нашем сознании. Но нашими врагами могут быть и те люди, которые подталкивают нас на стезе греха, сами будучи грешниками. И вот девятый стих он говорит о таких людях. «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего». То есть он хочет, чтобы удалились от него те, которые ведут неправильный образ жизни. Златоуст с этим соглашается. «Немаловажен и этот путь к добродетели, чтобы избегать людей порочных. Этого требует от нас и Христос, и притом с такой силой, что повелевает отвергать даже друзей, столь близких к нам, как необходимейшие члены, если они соблазняют нас, и общение с ними приносит нам какой-нибудь вред». И Златоуст вспоминает слова Христа «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось его, если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». С точки зрения Златоуста речь идет не о глазе и не о руке, потому что если правый глаз может соблазнять, то и левый может соблазнять. Если правая рука соблазняет, то и И левый может соблазнять. А чтобы мы поняли, что речь идет не о глазе, не о руке, сказано правый глаз, правая рука. То есть, если тебе кто-то дорог, как твой правый глаз, или кто-то тебе так дорог, как твоя правая рука, но это ведет тебя путем греха, перестань общаться с этими людьми. В этом есть серьезная для тебя опасность и серьезное искушение. Что значит перестать общаться с такими людьми? Не тратить время на пустые разговоры, особенно по телефону. Многие пожилые люди имеют такую страсть, может быть, от одиночества, но они любят очень долго говорить на разные пустые темы, и это не очень хорошо. Посмотрим, как 9 стих звучит с еврейского. «Устранитесь от меня все неправду творящие, ибо услышал Господь моего плача глаз». То есть, я ищу спасение в Господе, я перед Ним плачу, а зачем мне еще какая-то дурная компания, какие-то люди, которые сбивают меня с пути, мое общение с Богом, есть залог моего спасения. И 10 стих «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Вот если до этого были такие тона очень мрачные, там, как бы, удалитесь от меня все, «Око мое иссохло, устал я». А вот смотрите, результат все-таки, он такой оптимистичный. 10 стих «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». То есть, вот эта вся неуверенность, она уже пропадает. Поэтому можно сказать, что этот шестой псалом – это для человека, который в смятении, который не уверен, что Господь слышит его. И этот псалом до 10 стиха, он раскрывает это смятение, это тяжелое состояние, но все это увенчивается словами, «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Ефимий Зигабен пишет, в этом именно пророк полагает причину своего собственного ободрения и трусости и бегства его врагов. То есть, он ободрен тем, что враги его боятся, бегут от него мановением Божьим. И это показывает ему, что Господь услышал моление его, Господь принял молитву его. Зигабен пишет, «Или все приведенные слова употреблены здесь в собственном значении, как это можно встретить и в других местах. Или, наконец, так как бывает, что люди плачут или от бедности, или от других каких-либо несчастий, то пророк, прибавляя к словам «глаз плача» слово «моление», хочет отличить этим способом от первого вида плача плач свой, явившийся у него на помощь его молению. А к этому последнему слову добавляет опять слово «молитва», «который свидетельствует о высшей степени молитвенного напряжения в пророке». Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Давид как бы говорит, «Я не напрасно штурмовал небо своими молитвами. Милосердие Божие теперь открыто для меня в том, что бесы и дурные люди начинают шарахаться и разбегаться от меня». И последний стих сегодняшнего псалма. «Да будут постажены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Здесь уже триумф. Если вышел, он говорил, обступили меня со всех сторон, то здесь мы видим торжественные нотки. Дословный перевод может быть таким. «Устыдятся и смутятся очень. Все мои враги, возвратятся они, устыдятся вмиг». А в синодальном мы прочитали «постыдятся мгновенно». То есть, когда Господь начнет вершить суды над нашими врагами, то результат может быть действительно мгновенный. Златоуст не оставляет эти слова без объяснения. И он пишет очень интересно. «Видел ли ты силу слез? Видел плод покаяния? Видел обновление и возрождение после одрехления во всех грехах?» Златоуст здесь говорит о том, что рано или поздно молитвами, это может произойти даже рано, усиленными молитвами, может произойти одрехление в грехах. Поздно одрехление в грехах наступает тогда, когда естественная старость, она ослабевает грех. И Златоуст пишет, «Так не говори же, я стар, немощен, закоснел во всяком грехе и уже не имею силы исполнять заповеди Христовые». Ничего подобного не можешь ты сказать теперь, не можешь отговариваться различными греховными предлогами. А если и станешь оправдываться, я тотчас докажу тебе, что если только захочешь, то и в старости даже можешь соблюсти заповеди Христовые лучше, чем в юности». О чём здесь пишет Златоуст? Какой-то человек не верит в то, что он избавится от своего греха. Он говорит, «Я состарился с этим грехом. Я не верю, что что-то может измениться». А Златоуст начинает спорить с таким и говорит, «Да нет, вот именно в эти годы пожилые ты можешь стать настоящим христианином и исполнять заповеди Божии с юношеским пылом». И некоторые отцы даже говорили, что люди, потерявшие чистоту плотскую, если они потом идут с тезёй покаяния, они как бы восстанавливают своё девственное состояние. Они уже как бы становятся чуждыми тем падением, которые имели место в их жизни. Златоуст пишет, «А если и станешь оправдываться, я тут сейчас докажу тебе, что если только захочешь, то и в старости даже можешь соблюдать заповеди Христовы лучше, чем в юности. Только на мои вопросы отвечай по правде». И он приводит цитату «Блаженны нищие духам, ибо их есть Царство Небесное». «Когда же более склонен к смирению дух человека, в старости или в юности?» «Очевидно, в старости». «О юности, как бы прирождена гордость, блаженны плачущие бы они утешутся. Скажи мне только, кто податливее на слезы и плач, юность или старость?» Во всяком случае, старость. «Блаженны кроткие, разве не все согласны, что в юности более сильны и горячие всякие движения души, а старость, преимущественно перед юностью, склонна ко всякой услуге и божественной заповеди?» В самом деле, в юности телесная любовь возгорается, и пламень сребролюбия воюет, и весьма много других страстей, каковы тщеславие, чревоугодие и злопамятство. В старости же совершенно не то. Здесь слезы сокрушения, порождаемые у нас страхом Божьим и мысли о смерти и наказании. А если мы пребудем в них и потрудимся, то достигнем и слез духовных благодатью Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь. Это конец цитаты Златоуста. Мы видим здесь, как он воспевает старость. Сейчас людям свойственно воспевать молодость. И когда люди чувствуют, что молодость уходит, они очень трагически это переживают. Но такое может быть только в жизни неверующих людей. Верующий человек, наоборот, когда он замечает, что власть греха ослабевает, что он уже и физически не способен на совершение каких-то грехов, и вот это бесстрастие пожилых лет воспринимается как благословение, как умиротворение, как приуготовление души человека, прежде всего пожилого человека, к долгожданной встрече с Богом. И мы действительно, когда видим юных, молодых, мы испытываем беспокойство и страх за них. Они не ходят в храмы, только избранные из них ходят в храмы, и мы благодарим особо за них Бога. Но многие наши молодые, юные, они в стране далече, в полях мавистских, как блудные сыны, все растратили, все потеряли. Старость. Пусть она будет благословена, если она усиливает молитву. Старость. Пусть она будет благословена, если она усиливает смирение, любовь к Богу, страх Господень, который начало премудрости. Это действительно годы умиротворения. Когда ангелы Божии оберегают нас, приготовляя к уходу из этого мира. Итак, сегодня мы с вами изучили шестой псалом царя Давида и те нравственные уроки, которые мы получили из слов псалма, из наставлений святителя Ана Златоуста и Ефимия Загобена. Они, конечно, назидают нас. И теперь, когда мы будем читать этот псалом, мы более осмысленно будем воспринимать его слова. Я рекомендую вам, когда вы сегодня приедете домой, откройте шестой псалом и медленно перечитайте его заново. чтобы суета улицы немножко не рассеяла вас и вы опять переживете как бы радость общения со словами Златоуста, с его комментариями и блаженного Ефимия Загобена. То, что мы идем по стезям библейских псалмов вместе с царем Давидом в помине Господи царя Давида и всю кротость его, это благостная школа подлинной христианской молитвы. Каждый псалом – это благостная школа подлинно христианской молитвы. Мы научаемся молиться, верить, надеяться и любить назидаемые псалмами, чудесного Давида, используя комментарии отцов, которые сами ввели очень такую серьезную подвижническую молитвенную жизнь, и это не оставляет нас без назидания. Спаси Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok